Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Наталья Перминова сегодня первый номер в российском бадминтоне и 50-й в мировом рейтинге. С прошлой весны самарчанка упорно завоевывала путевку на Олимпийские игры в Бразилию, показывая достойный результат на международных соревнованиях. Очередной успех на чемпионате Европы поставил точку в этой трудной гонке. Очень довольна результатом, что я попала на Олимпийские игры, что я смогла отобраться, не подвести своего тренера. Я к каждому матчу готовилась особенно, потому что у нас каждый тур – это определенные очки, которые ты зарабатываешь для квалификации. И я ко всем матчам очень серьезно подходила. Свою соперницу опередила, потому что я конкурировала с девочкой из Санкт-Петербурга. И она была первым номером весь сезон. Я ее весь сезон догоняла. И вот только в конце последней две недели я ее обогнала и попала. И разница у нас была только 370 очков. Незначительная разница. Самарская бадминтонистка – профессионал своего дела соревновательный год. Наталья Перминова расписала буквально по минутам. И в этом графике не было места пустому времяпрепровождению. Социальным сетям, дискотекам и походам с подружками по магазинам. Кандидат на Олимпийское золото тренируется дважды в день – утром и вечером. В перерыве – тренажерный зал или беговая дорожка. Спарринг-партнер, мастер-международник Татьяна Бибик в олимпийском успехе Перминовой не сомневается. Рио-де-Жанейро – олимпийский дебют для Натальи Перминовой. Однако уже с первой попытки Самарченко готова привезти из Бразилии золотую медаль. Я очень хочу показать весь свой максимум, который я могу выдать, потому что я играю не только не просто олимпийские игры, я представляю Россию, я представляю Самару. Перед олимпийским Рио Самарченко сыграет еще в двух соревнованиях – в Испании и во Вьетнаме. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok